МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» с главными событиями вторника. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Кто поедет в Рио? Спортсмены из Чувашии в составе олимпийской сборной страны. У нас товар, у вас купец. Презентация предприятий Чувашии прошла в РЖД. Пять минут полет нормальный. Сегодня день парашютистов. Сегодня итоги работы за шесть месяцев подвели сразу в двух муниципалитетах. Недавно совещание закончилось в Цивильском районе. Итоги работы за первое полугодие в каждом муниципалитете подводят в расширенном составе. Участие в совещаниях принимают депутаты, общественные деятели и предприниматели. В зале Цивильского Дома культуры собрались более 200 человек. Глава республики отметил, что именно от актива муниципалитета зависит, как дальше будет развиваться его экономика. Власти Цивильского района строят амбициозные планы. Первостепенная задача отремонтировать разбитые дороги в селах. В 2016 году планируется подготовить и направить Минтранс предложение о строительстве сельских автомобильных дорог протяженностью 1,7 километра. Начат капремонт гидротехнического сооружения в деревне Синьялово, Синьского сельского поселения. Цена государственного контракта составляет 4,7 миллиона рублей. Один из проблемных вопросов – неосвоенные земли. Вести в оборотах необходимо в сжатые сроки. Власти муниципалитета продолжают бороться и с крупными должниками по налогам. Основными должниками являются ОСВС «Строй», «Пластика», «Мой дом» и «Зал Пуснар». Основным неплательщиком на сумму более 4,5 рублей является, как я уже сказал, ОСВС «Строй». У него под миллионы рублей. В процессе процедуры, будем говорить, разбирательства, он в частности уклонялся от уплаты и даже сменил юридический адрес. Сейчас он зарегистрирован в Перми. Но на комиссии по недоимцикам вы их, наверное, приглашали. Что они говорят вообще? На комиссии по недоимцикам приезжает юрист и отвечает только одно – решение суда будет, мы вам начнем платить. На совещание с активом района зашла речь и о потребительских ценах в Цивильске глава республики посетил один из магазинов. Здесь Михаил Игнатьев проверил стоимость продуктов питания и наличие на полках товаров чувашских производителей. Какую цену сейчас девушке? 22? Не увидел. Где цены? Цены не вижу. Ой, они вообще там, цены надо менять, освежать. Подводя итоги встречи, Михаил Игнатьев отметил эффективную работу местных властей. У Цивильского района наметился неплохой потенциал и его необходимо использовать сполна. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаммедов, Республика. На Бурмарском районе сегодня открыли фельдшерский акушерский пункт. Новый ФАП возвери в деревне Старые Щелканы. Фельдшерский акушерский пункт здесь был закрыт 10 лет назад. Все это время местным жителям приходилось приезжать на осмотры в районную поликлинику. Теперь фельдшеры будут работать в шаговой доступности. ФАП оборудован всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. Он будет обслуживать и население соседних деревень. Это четвертый по счету фельдшерский акушерский пункт в районе. До конца этого года планируют возвести еще один. Очень даже неудобно, потому что получается на автобусе нужно ехать. Ну как бы с ребенком это совсем неудобно. Как стать поставщиком российских железных дорог и какие инновации сейчас особенно востребованы? Об этом шла речь на презентации промышленного и инновационного потенциала Чувашской Республики в акционерном обществе РЖД. 14 предприятий Чувашии получили возможность представить свою продукцию и новые разработки на встрече с руководителями российских железных дорог и получить обратную связь от потенциального заказчика. Президент некоммерческого партнерства объединения производителей железнодорожной техники Валентин Гапанович отметил хорошую отдачу от подобных мероприятий и высокое качество предложений от предприятий Чувашской Республики для возможной реализации. Сегодня, считаю, разговор прошел, в моем понимании, профессиональный. Отдельное предложение действительно это уже однозначно будет иметь свое развитие. Но то, что инновационные продукции отдельные, которые мы обсуждали сегодня, будет востребовано, это однозначно. Подобные встречи товаропроизводители Чувашии уже проводили с Россетями и ФСК. Министр экономического развития Владимир Аврелькин отметил, в обороте промышленной продукции Чувашии около 40% приходится на работу со стратегическими партнерами. Существенная роль отводится взаимодействию с РЖД и партнерами объединения производителей железнодорожной техники. В этот раз обсудили возможность заключения пятилетних контрактов с нашими компаниями по ремонту импульсных реле. Это большие объемы гарантированных закупок, которые будут способствовать развитию производства. Сегодняшнее мероприятие, для меня это понятно, что загрузка предприятий наших, потому что РЖД и предприятие ОПЖД сегодня являются крупнейшими заказчиками. Все это подталкивает на новые неокры, на повышение интеллектуальных прав и возможностей наших предприятий, нашей науки в республике. Поэтому я считаю таких мероприятий только на пользу. Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань, которая пройдет через Чувашскую республику, открывает большие возможности для наших производителей. В обязательном порядке в поставках продукции и оборудования для этого значимого проекта будут участвовать предприятия Российской Федерации, в том числе электротехнического кластера «Чуваши». Результаты будут известны и понятны через какое-то время. Контакты у нас есть с довольно-таки большим количеством производителей железнодорожной техники для того, чтобы мы предлагали им применение нашей продукции. К сожалению, это требует большой конструкторской проработки с их стороны и снижения цены с нашей стороны. Вот, я думаю, пока мы пойдем по пути друг к другу, и к октябрю, когда нас пригласили на эту встречу, еще одну, для рассмотрения результатов, мы как раз дойдем до нужных материалов. На встрече прозвучал ряд конкретных предложений. Однако это далеко не все возможности Чувашии. Номенклатура продукции, которой намерены приобретать предприятия РЖД, может быть расширена за счет предприятий Чуваши, специализирующихся на электротехническом производстве. В свою очередь, наша экономическая служба подсчитала, что в Чувашской республике насчитывается до 50 различных электротехнических предприятий, которые не входят в кластер, но которые могли бы там присутствовать, и именно это, их участие могло бы дать дополнительный эффект путем участия вот в таких мероприятиях, которые были организованы и сегодня. Приглашаем электротехнические предприятия крупные, малые и средние вступать в ряды членов электротехнического кластера Чувашской республики. Оксана Очкасова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня Центральная избирательная комиссия Чуваши зарегистрировала кандидатов в депутаты Государственного совета республики от партии «Справедливая Россия». ЦИК Чуваши зарегистрировала троих кандидатов в общереспубликанской части единого избирательного округа и 22 кандидата по одномандатным округам. До 15 августа школы республики должны быть готовы к новому учебному году. Специальные комиссии будут проверять оснащенность учебных заведений, состояние прилегающей территории, готовность столовых и медкабинета, нормы освещенности, обеспечение пожарной безопасности и готовность к отопительному сезону. В Чуваши около 500 средних общеобразовательных организаций, в 64 из них будут обустроены отапливаемые туалеты. На эти цели предусмотрены 60 миллионов рублей. Сейчас работы идут в 56 школах. Также к новому учебному году запланирован капремонт 28 спортивных залов. Из республиканского и федерального бюджетов выделено 25 миллионов. Значительные средства, почти 70 миллионов, направляются на ремонт шести школьных зданий. В Шамушинском, Румарском, Аллатрском районах, в Шумерли и Аллатаре и здания бывшего лица имени Лебедева. Все школы и дошкольные учреждения оборудованы кнопками вызова полиции. В этом году в Чувашии 1 сентября откроется в ее двери новая школа в деревне Альбус-Сюрбеево Комсомольского района. Еще одна в Чебоксарах на улице Гладково должна быть построена до конца года. На эти цели предусмотрено более 1 миллиарда рублей. В столице республики подвели итоги государственной аттестации выпускников 9-11 классов. Доля 11-ти классников, сдавших обязательный русский, сопоставима с результатами прошлого года. Результаты по математике базового уровня существенно улучшились и успешно сдали 98% против 95% в прошлом году. По сравнению с прошлым годом почти вдвое сократилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог для получения аттестата. Среди предметов по выбору наиболее популярного в 2016 году снова стало общество знания. 66% в 9-х классах и почти 50% в 11-х классах. На втором месте у выпускников информатика, у 9-х классов физика, у 11-х. Третье место разделили география и история. В 2016 году по городу Чебоксар увеличилось общее количество стабальных результатов. 31 человек против 22 в прошлом. Батревская земля в 10-й раз стала местом встречи художников. На Кокелевском пленэре в течение двух недель мастера писали пейзажи, портреты и натюрморты. По итогам пленэра в художественном музее открылась выставка. На родине знаменитого художника Алексея Кокеля в селе Тарханы собрались талантливые мастера из Чебоксар, Уфы, Москвы, Казани и даже Минска. Многие из них являются постоянными участниками пленэра. Живописцы представили на выставке по две картины. Владимир Чернышев из Белоруссии приехал в Чувашу во второй раз. Одна из его работ называется «Рахманиновские звоны». Художник попытался проиллюстрировать музыкальную поэму Сергея Рахманинова «Колокола». Это как бы я прорицил ее на сегодняшний день. Вот этот набат, рахманинские звоны, они на сегодня. То есть людям надо, так сказать, объединяться и верить в красоту, в гармонию и дружить самое главное. Девушки в национальных одеждах, деревенские избы, поля, леса, церкви. Источников вдохновения в Тарханах немало. Каждый живописец в своих картинах старался показать традиции, культуру и быт местного населения. Художники разных регионов, они имеют особое свое видение на живопись, на историю искусства. На этих пленарах атмосфера дружелюбия и творческой направленности она царствует. Эта атмосфера, она во всем. И в живописи, и в быту, и в общении. То есть во всем. Такие симпозиумы, они являются цементирующим, объединяющим началом для художников. Не только в соседних регионах, но и в России в Великой и в целом. Все написанные произведения получат постоянную прописку в музее имени Кокеля. Увидеть их можно в любое время. Кстати, на родине знаменитого художника планируют открыть первую в России сельскую картинную галерею, в которой будут представлены работы всех участников 10-ти кокельских пленаров. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Сергей Адушкин, Республика. Ежегодно 26 июля в нашей стране отмечается, пока неофициально, праздник профессионалов и любителей парашютного спорта. О технике, страхах, личных победах. Юлия Важенина. Они не представляют свою жизнь без неба, высоты и адреналина. Желание побеждать у них в крови. Без таких эмоций жизнь им кажется пресной. Такие люди выбирают для себя экстремальные увлечения. Альпинизм, дайвинг, автогонки. Ну и, конечно, парашютный спорт. Не прыгай, а то понравится. Есть такая шутка у опытных парашютистов. Своеобразное наставление для перворазников. Ведь, как правило, на первый прыжок люди идут ради самоутверждения, испытать себя или доказать окружающим, что можешь совершить поступок. И ведь это действительно поступок. В мире гораздо больше людей, которые не прыгали и никогда не прыгнут с парашютом. И те немногие, кто сделал это, вправе собой гордиться. И чего уж тут скрывать, это затягивает. Но парашютизм – это не аттракцион. Это самостоятельный вид спорта, своего рода тест на смелость и выносливость. Человек должен переступить ту черту, которая отделяет его от бездны. То есть порог самолета или вертолета, смотря какой летательный аппарат. Если человек переборол себя, он переступил, осмысленно причем, то это уже все дальше идет само собой. Обратно же он в самолет не залезет. Вот. Там уже поздно. Поэтому тут в голове крутится то, что чему учили, быстрее-быстрее это надо сделать. Отсчитать время, выдернуть кольцо, чекующий шнур и так далее, так далее. То есть все действия, которые нужно выполнить при выполнении прыжка с парашютом. Пятикратная чемпионка мира по парашютному спорту, абсолютная чемпионка Европы. И гордость всей Чувашии Майя Костина не понаслышке знает, что такое победа над собой. Более 50 лет в воздухе и 7 тысяч прыжков с парашютом. Впервые прыгнув в 17 лет, Майя Петровна поняла, что отныне ее жизнь навсегда связана с парашютом. Вот один прыжок я все время почему-то рассказываю, вот настолько и на встречах рассказываю про него. Это было в Ижевске. Вот как в копаной надо было пропадать. И ровно 20 секунд. Плюс-минус одна десятая секунда тоже штраф за рискание штрафа. Там штраф вот, чтобы максимально по максимуму. Ощущение, что вот какая-то невидимая рука, голубую прозрачную такую вуаль на землю, вот так она колышется. Я над этим всем прыгаю, лечу и там вот смотрю, там речка, лес, стадо коров там где-то пасется. Ну, настолько живая картина вот над этим, над всем. И вот как птица летишь, ведь не шелохнешься. Потом думаю, ох, опомнила, вспомнила. И ровно 20 секунд рвем кольцо, открываем. От строения парашютов и до приземления. Все это наша чемпионка знает на зубок. Поэтому перед прыжком и не было страха, признается Майя Костина. В Чувашии парашютный спорт и сейчас пользуется особой популярностью. Только в этом году парашютисты совершили около 1900 прыжков. Причем почти половину из них выполнили новички. Вполне возможно, что именно они в будущем пополнят копилку парашютного спорта в нашей республике. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика. Осталось 10 дней до начала 31-х летних Олимпийских игр. Спортсмены уже прилетели в Рио-де-Жанейро и начинают заселяться в Олимпийскую деревню. В числе первых российская сборная по спортивной гимнастике, в составе которой сразу два представителя Чувашии. Помимо них, наша республика будет представлена еще одной спортсменкой. На сегодняшний день в Рио-де-Жанейро уже находятся два наших спортсмена. Евгений Шелгунов и Юлислав Поляшов. Это гимнасты, которые вошли в состав сборной команды России. И, наверное, стоит отметить и Дарью Спиридонову, которая на сегодняшний день выступает за другой регион. Это воспитанница Чувашской школы спортивной гимнастики. И, конечно же, блестящее выступление Ирины Калентьевой. Здесь, в «Чебоксарах», которая выиграла 13-й раз чемпионат России, прошла все отборочные старты. И, думаю, она сможет и покажет отличный результат на этих Олимпийских играх. Конечно, многочисленные допинговые скандалы вокруг российской сборной сказались на численности нашей Олимпийской команды. Чувашки-атлеты разделили коллективную ответственность со спортсменами России. Шесть спортсменов вошли в состав сборной. Все процедуры, наверное, уже все знают. И МОК, и КАС не оправдали. И поэтому легкотлетов мы на Олимпийских играх, к сожалению, не увидим. Были моменты и в других видах спорта. К примеру, Наталья Охлёскина, которая отобралась, прошла два международных квалификационных отбора. В Китае и на чемпионате Европы. Блестяще выиграла чемпионат Европы. Но, к сожалению, наказана была Всероссийская Федерация Тяжелоатлетики. И была отобрана квота. И фактически мы оказались не у дел. Это, конечно же, проблема не спортсменов, а проблема наших общественных организаций. Рекорд по представительности спортсменов Чувашии в российской сборной был в 2004 году. Тогда в Афину отправились 9 спортсменов. В этом году в Олимпийскую команду страны вошли 10 человек. Однако из-за допингового скандала их количество сократилось до трех. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин